И всем привет, дорогие друзья! Я подписчик и зритель моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Warg Survival WoW, а также делся экстеншн. И, как вы прекрасно помните, я сменил сервер, и перейду я на локалку. Но! Я там просто отдал всех свои дины, и лут там такой... О, всё! Спокойной душой ушёл. Суть в чём, мне очень прикольнуло то, как люди писали в книжной комментарии о том, что я слепой, и оповещение есть, бла-бла-бла, все дела. Но, народ, во-первых, я не видел ни одного оповещения. Во-вторых, да, карта сырая, делся сырое, вылетает сезла, это понятное дело. Но! Когда сам администратор говорит, точнее, не говорит о том, что есть оповещение, там скрин висел минуты две, а то и три, я четыре, не знаю, переписки, и в нём он ни разу не сказал о том, что, э, чувак, оповещение-то есть, а чё? Чё гонишь-то? Он написал, заходи в Дискорд, и будет у тебя оповещение. То есть, если бы оповещения были, то я думаю, он бы знал бы и сказал бы, чувак, ну ты просто чё, слепой, что ли, на оповещение-то есть, а это просто сырвак вылетел. И всё б нормально было. Но, как бы, сам администратор раз говорит, что нет оповещения, то значит оповещения нет, а то, что вы пытаетесь как-то выгородить, ну, это дело такое себе. Ладно, не в этом суть. Конечно, меня очень приканул, там, люди там дизлайки ставят. Сейчас 21 что-то дизлайк, 13 лайков, конечно. Это показывает то, что те, кто регулярно смотрит, им пофигу, а те, кто хейтеры, прям ёросс нажмут дизлайк. Ну, как бы, это одно и то же. Вот, ну, конечно, такое себе понимать, что у меня хейтеров больше, чем... Те, кто смотрит меня регулярно. Так, суть в чём. Я загружаю локалку, здесь у меня просто создал персонажа. Сейчас бегло вам покажу, какие у меня-то настройки. Настраивал немножечко, множитель опыта 20, да. Скорость выручения 20, будем пытаться привлечать. Задержки ремонта, это слышь. Ну, а множитель опыта? А зачем мне тратить тонну времени на раскачку, если я всё равно буду сам раскачиваться на локалка? Вот. В общем, посмотрим, может, что-то изменю. Может, вы скажете, эээ, ну, натуря, ну, чё-то ты чё-то не так сделал. В основном для здоровья игроков Дины я сделал пятёрочку. Не знаю, может, изменю потом. Количество Дины я уменьшил пополам. Потому что, ну, как бы, такое себе. Когда их слишком много, может, зашкварится что-то, как у нас, допустим, на том сервере, по крайней мере, много было бобров, и явно от этого сервер зашкваривался. И, как бы, никто эту проблему не решал. Вот. Ну, и вот эти... Так, где-где-где-где-где-где-где-где-где-где? Вот это вот. Настраивать... Использовать настройки одиночной игры. Здесь, вроде бы, оно должно увеличиваться в 2, поэтому, если так, ну, как бы, глянем. Вот. И дополнительные настройки, это вот это вот. То есть, здесь все по мелочи, по мелочи, по мелочи. В общем, здесь мало чего настраиваюсь. Это оффлайн-защита. Параметры мира. Если вы хотите, то есть... А, вот я интервал между спариваниями тоже уменьшил. Ставите на паузу и просматривайте более подробно что-то, когда-где. Не знаете, что за параметр, допустим, вот это вот. Зайдете в игру, наведетесь и прочитаете. В общем, кому это крайне вот интересно, те узнают. Вот. Характеристики Дина диких оставил как надо. Характеристики приручаемых. Поставил все на 1х. Потому что здесь, допустим, здоровье было 0,14. Урон тоже был, короче. В общем, я все поставил по единичкам. Все поставил. То есть, здесь, опять-таки же, урон был меньше единицы. Здоровье был меньше. То есть, я все сделал единичку. Ну, посмотрим, как так. А характеристики игрока сделал 5х. Множитель опыта оставил то же самое. Ну, как бы у меня там 20х стоит на все. Вот. Показывает величину урона. Как бы качество добычи рыбалки. Качество добычи из контейнера я тоже умножил. Множить бонусы на вк изготовления я сделал 1х. Я не помню, так ли было или нет. Ну, в общем, короче, вы видите предказ настройки. Поэтому я запускаю на многопользовательной игре. Чтобы считался как сервер. И уже начнем. И начинаем выживать в этом прекрасном мире. Да, локалка, да, фпс поменьше. Потом что-нибудь сделаю. Но, как бы, суть дела имеет. Хотя нет, фпс примерно то же самое. Суть в чем. По модам. По модам я сделаю, как и раньше. Состряпаю коллекцию. И ссылку на нее скину в описании. Кому интересно, те уже смогут пройти. А по ссылке не просто прочитать название. Но и кликнуть по моду и узнать, что да когда где. Поэтому, ну, все нормас. Начинаю развиваться также в городе. Отстраиваться буду, наверное, все там же. Потому что меня там постройка вполне устроила. И немножечко изменения. Так как я на инфорсере мало бегал. И не знал, что да когда где. Глядя на других ютуберов. Да, я решил все-таки немножко начать смотреть, что да когда где. И, в общем, узнал, что инфорсер очень сильно дамажит. Вроде бы 3х дамажит по отравленным динусам. Это классно. Это я не знал. Так что все огонь. Так же, так же, так же. Ладно, это я не узнаю. Мне писали в комментариях, типа, вроде как, теперь можно делать рецепты, которые драпаются с них в терминалах. Можно, типа, закинуть рецепт в терминал. И можно было, типа, состряпать. Не знаю, не порву. Потестим обязательно. Вот. И, как бы, ну, все по дефолту. Кстати, насчет модов. Моды это хорошо. Здесь у меня стоит стимпанк. Все дела. О, прикольно. Он назад вернулся. Но, на, давайте собирать пока ресурсы. О. О-о-о-о. Вот это я понимаю. Сбор так сбор. Я помню, на том сервере... Я потратил полтора часа лутая траву вокруг дома, чтобы у меня появились семена моркови. Полтора часа реального времени потратил. Просто дубо вот так собираю. Ну, благо я там включил видосики и давай смотреть, короче, через второй монитор. Ну, вот и все, как бы. Но, я думаю, теперь сейчас немножечко с травой, это... Потряхивают от травы. Вот. Суть в чем. Как таковое в DLC это лишь только добавление новых динусов. Добавление новой карты, что основное. И чуть-чуть добавление новых ресурсов. Да, ну и пара новых боссов. Ничего сверхъестественного мы здесь не увидим. Поэтому я решил, что... А давайте добавим какую-нибудь глобальную карту. Начнем развиваться так, а потом добавим какую-нибудь... О, не карту, а глобальный мод какой-нибудь. И пораспахиваем глобальные моды. Потом, соответственно, так как я играю на локалке, я смогу своего персонажа загрузить на другой. И... Блин, надо попить. А, точнее, у меня там вода есть. Могу загрузить потом на другую карту и так далее. И прыгать, прыгать, прыгать по картам. То есть, соответственно, персонаж уже будет точно так же все раскачанным, без лишних заморочек. А мы будем распахивать моды, смотреть и так далее. То есть, только на разных картах. Вот. И поэтому я предлагаю вам написать в комментариях, какие моды можно сюда загрузить. Я понимаю, что вы сейчас напишите. Extinction, Core, можно сюда добавить. Вы напишите, Анунаки, это обязательно пишите. Кстати, до сих пор, если выбрать моды самая популярная, по популярности, Анунаки, он самая популярная. Не, ну, кстати, Анунаки я давно не играл, так что можно будет и его добавить. Вот. Что вы еще можете мне написать здесь? Ох вы, напишите. Ох вы, напишите. В общем, не знаю. В общем, можете написать в комментариях, кто какой мод сюда добавить. Давайте играть все-таки с модами. С модами никуда не интереснее. Ванилу вы всегда... О, вы везде ее видите. А каждый раз снимать это выживание начальное, это тупо. Вот сейчас что я делаю? Я фигней страдаю, но сейчас хотя бы я вам говорю, что это как-то идет. Поэтому давайте все-таки как-то все это дело менять и смотреть. Может реально Анунаки установить, а? Давно же я на Анунаки не играл там. Вот. Поэтому как бы в общем пишите. Может вы какие-то моды знаете, которых я не знаю. Они такие... О, супер-мега-обер мод, он классный. Давай его играть. Ну, как бы, почему бы нет? Вот. Поэтому как бы в этом планета. Конечно, я перед тем, как устанавливать мод, я буду сохранять бэкап, чтобы... Если что-то пойдет не так, то, соответственно, здесь прогресс останется. Так что не переживайте. Меня научили. Я знаю, что... Как бы я и раньше знал, что лох это судьба. А тут меня научили, как бы я теперь знаю, что... От этого можно как-то избавиться. От статуса лох это судьба. Так что, как бы, вот так потихонечку. Как вы понимаете, у меня из модов здесь стимпанк. Также из модов у меня... Автенграммс. Автенграммс это просто незаменимая штука. Почему? Смотрите. Вкачиваю. Ёп. Автоматически все изучилось. Вот. То есть все, что здесь. Блин, надо было сначала их изучить. Все, что ноль. Ладно, с этим потом разберусь. А, нет, это тэковское. Тэковское у меня порядок дело не изучается. И суть в том, что каждый раз вкидывая статы сюда, то есть прокачиваю левел, у меня будет автоматически изучаться все. Кстати, да, у меня стоит здесь автенграммс телепорт, автенграммс спайглаз. Так что с этим проблем не будет. Это незаменимые моды. С этим мы будем играть. Также у меня здесь есть А плюс мод. Так что тоже будет все хорошо. Вполне понравился этот мод. Это, пожалуй, единственное хорошее, так сказать, воспоминание от предыдущего сервера. В том плане, что хорошее мод подсказание. То есть я лично никогда бы не додумался бы его остановить. Ну вот, потому что, ну как бы, ну опять аксессуары. Я привык к тому, что они надеваются на щит, типа, и у тебя персонаж, как инвалид, руку держит всегда буквы Г. Так, ну ладно. Информацию донес на вас. А, черт, я отжарать хочу, а не пить. Вот, информацию для вас донес, так что давайте начинать уже наконец. 11 минут прошло времени. Да. Посмотрим, что у нас получится. Добыв немного ресурсов и, наконец, делая влук стрелы, мы можем кого-нибудь убить. Ну, для этого нужно поискать какого-нибудь дуршевого Дина. Ну, явно не 40, 60-й левел. И это немножечко проблема. Для чего? О. Чтобы, наконец-то, уже сделать... Ого! Ого! Это что за табак? Что-то, короче, я на этом намазрячил. Вот. Это для того, чтобы сделать уже можно было себе из А+, А+, ой, я равно, А+. Из А+, можно было сделать себе рюкзачок. Для чего он нужен? Ну, конечно же, для того, чтобы я мог... Так, сидит. Чтобы я мог уже сделать у себя наркотики непосредственно в инвентаре. Ой. А! А, туши мясо? Бывает. Ну, а пока туда-сюда можно убить парочку паучков. Ну, хитинг-то, она тоже нужен. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Я думал, двух стрел тебя хватит. Ну, ладно. Оу-оу, нифига ты, какой жирненький. Как поезд пассажирненький. Отлично. Такс. Нужно больше... О, стрела собрал отлично. Нужно больше мяса, соответственно, его нужно будет стухлить. Блин, надо было какой-нибудь этот... Тухличковый с какой-нибудь состряпать. Ну, в смысле, мод на тухляк. Ну, а завалив пару стега, я должен получить тот самый прайм мясо, которое мне даст приручение. Даст улучшенное приручение на того же самого птера. Так, что все, все огонь. Надо, кстати, посмотреть, что у меня с дамагом. Есть ли фото и у Дина также будет, то надо будет настройки одиночной игры убрать. Мясо. Отлично. Так как Турбан здесь более адекватно, A-V-S-M-S-P-I-Glass, то есть A-T-A-X-F. И делается кристалл кожи-дерево-волокно, то, соответственно, делаем ее сразу же быстро. Это не тот бинокль, который требует на себя полимер, было бы все дела. Еще она намного адекватнее и постоянно включена. То есть, всегда я могу включить увеличение, даже если у меня, собственно, другое какое-то оружие, либо топор и так далее. То есть, она у меня всегда включена, и все хорошо. А убрав из рук, я могу приблизить, сделать увеличение. Так что, все вполне неплохо. Так, ну-ка, там что-то... Алицет какая-то... А, не помню. Ладно, хорошо. Суть дела не меняет. Погнали. Что мне сейчас нужно? Сейчас мне нужно найти какого-нибудь литу на себе. Это будет вполне неплохо и адекватно. И уже его спокойно притомить. Но пока что они все что-то мелкие, и как бы притомить больших делов. Но посмотрим. Кстати, скачал себе урон в ближнем бою. Давай посмотрим дамаг. Эээ, что-то, короче, не сильный дамаг получился. Ну да ладно. Обязанку завалим. Что, зря ее убил, что ли? Блин, ну придется, походу, делать литу на поискать. Хм. Наверное, все-таки я со своим дамагом смогу свалить инфорсера. 20-го левла. Тем более, что у меня хп вполне предостаточно. Да, он дамажит-то не так уж и много, блин. Нифига себе он дамажит. Просто хочу глянуть все-таки рецепт. Пока я помню, можно ли чертеж создавать, по чертежу создавать в терминале. Или все-таки нужен тег-репликатор. Так, терминал. И. Я думаю, мне нужно нужное количество ресурсов, чтобы это дело проверить, да? Либо выбить дешевый, чтобы мне хватило ресурсов. Дешевый выбить легче. Все-таки нет идеальных модов. И, к примеру, когда включена в этом труба постоянно. Сейчас, раньше такого не было. Сейчас выявил собак. Точнее, я его выявил. Когда убиваешь кого-нибудь, допустим. Ну, давай тебя. Вот. Когда убиваешь кого-нибудь, то... Нифига себе. То там другая проблема появляется. Так, а дострелил какие-то в баню. Сейчас покажу. К примеру, я кого-нибудь убиваю. Видите, да? Отображение. Есть где-нибудь отображение, что я его убил? Нет. Она появляется позже. Когда вот отсюда окошечко убирается. И это реальный баг. То есть, я добываю ресурсы. Все, я сначала думал, как так лакалка? Как лагать-то не может? Но это да, это факт. То есть, добыча ресурсов. То есть, вот смотрите. Отображается это окошечко. Нет. Ничего нету. Я ничего как будто не собираю. Лот добавляется. Но я ничего как будто бы не собираю. Но. Стоит исчезнуть этому самому окошечку. И оп. Я все собрал. Но. Лот добавляется как положено. Просто это баг визуализации. Хотя, может, я просто раньше этого не замечал. Ну да бог с ним. Пока я искал, я тут нашел себе птиера. Сто. Мать его. Сорок пятого левела. Ну, конечно же, я уже его томлю. Оглушил с одной стрелы. Я чутка офигел. Ну, 1200 торпора с одной стрелы. Нормас. Нормас. Ну, пускай томится потихоньку. Эм. Хе-хе. Одна кормешка про мясо. И все. Тоже нормально. Зато время не трачу. На то, что уже было. Да, возможно, что-нибудь я подредактирую. С одной стороны. С другой стороны. У меня все вполне устраивает. Будем делать все-таки контент. А не снимать то, как я делаю. Однообразные вещи. Е-3 тебя в корень. Нифига себе я тут перегруженный. Бывает. Так. И погнали дамаг у птерчика. Ну, 218 левов вполне неплохо. Ну, 170 нормально. 170 нормально. То есть, это только чисто у меня дамаг увеличенный. Причем от дальнего боя, по ходу дела. И давай... О, инфорсия 15 левов. Я думаю, этого будет вполне предостаточно. Такс. Кстати, вот. Отображения еще не было. Но лут залутанный. О, кстати, нормально. Он лучше меня лутает. Так. Ну-ка. О, появилось. Возможно, это в настройках где-то можно изменить все дела. Но, как бы, там уже посмотрим. Что у нас здесь по ресурсам? О, я думаю, этого нам будет вполне достаточно. Погнали. Кстати, установил мод на чудо-юдо печки. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, а можно ли в них вот этот мета-скрэп, скрэп-метал быстро переполовлять. Потому что в обычных печках долго, очень крайне долго. Поэтому, собственно, для этого только установил. Слиток металла требуется. Ах, ты ж козел. Давай тебя. Вот. И уже, соответственно, посмотрим. Можно? Сейчас посмотрим. Можно или же нет. Ах, твою мать. Так. Закидываем металл. И он просто не закидывается. Понятно дело, мод пока что не обновили. Соответственно, мне толку от этого моду ноль. Почему? Ну, зачем мне он нужен? Если металл я могу переплавлять в стимпанковской, а уж не в тяжку-то я и в плюсовской сделаю нормально. Тем более, она может переплавлять этот металл. Что, собственно, и делаю. Почему? Ну, слитка металла не хватает. Кстати, полимер. Погнали пока за полимером. Соответственно, мы все, кто смотрит мои видосы, прекрасно знают, откуда добывается этот самый полимер. Он добывается с новых Дина. Точнее, это не полимер, это заменитель органики. Но, сути дела, не меняет. Соответственно, все нормас. Нет. Также, конечно, можно добыть и в пустынной пещере этот самый полимер. Судя по расположению Кайруку на карте, есть и ледяная такая же пещера. Вот. Поэтому, это все, конечно, не вопрос. Это все добывается. Но, понятное дело, самый легкий способ пока что добыть это здесь. Тем более. Хо-хо-хо-хо-хоу! Нам хватит. Ого! Тут в воде даже пираньи водятся. На севере они не водились. Нифига, тут рыбы сколько. Вот ее там постоянно зачищали. А я даже ни разу не знал, что здесь рыба водится. Я думал, он как бы, типа, окей, вода, бобры иногда есть. Угу, как бы лава! Кстати, все равно мне он ни к чему. Потом объясним. Блин, круто! Круто! Надо играть в первый раз всегда на локалке. Узнать карту, посмотреть, где что. Без лишнего вмешательства. И все будет просто ахонь. Вот. К примеру, здесь я уже знаю, да, то, что у нас здесь куча бобров. Здесь у нас этот металл, обсидиан здесь находится. И все просто замечательно. Кстати, саблезу был лосось. Тоже неплохая штука. В том плане, что он первосортная рыба. Класс! Прилетел сюда специально, чтобы бобришков прогрузить. И чтобы они уже... Ну, там, платы начали делать. Точнее, платили. Мне все-таки жемчуг как-никак нужен будет. Именно жемчуг. Сам, как он есть. Ну, и заодно посмотреть. А может, они сразу уже есть. Но нет. Не оно. Не повезло. Вот. О, нифига себе, сразу же согрался. Ты что согрался-то на меня? Слышь? Слышь, ты на кого согрался-то, а? Ну-ка, все. Умер нафиг. О! Оп! Отлично. Залутал, что ли? Ну, окей, бывает. Такс. Погнали. Отличненько. А что, труп не разлагается? А, у меня разлагание трупов стоит. Там ядро, но у меня обычные трупы разлагаются. Су-ха. 25 минут. А эти-то тоже, тоже, короче, тоже, тоже долго разлагаются. Так-то они разлагаются быстро? Бывает, бывает. Бывает жизни огорчения. Ну, тоже неплохо. Как бы, добыть с них ничего нельзя. но кое-что не добыть точно можно так допустим вот он defender конечно лаван большой но блин о вид маленьких хотя бы с хотя бы одного звали то точно смогу хотя бы звали из принципа x1 завален берем таксидермик и а тихо 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 и второй завален так только убираем трубу и об dermis собран это есть единственное что можно с них собрать но подойдя к пьедесталу можем установить defender конечно он ставится на большую так как на маленькой и на среднем выглядит не очень но на большой уже намного красивее кстати вообще я полетел искать аргентависа аргентавис вообще вот здесь где-то лазит 55 левла прикинь а я его летал там искал фиг знает где кстати металл уже пережарился и соответственно я могу взять нужные ресурсы так как видите он не загорается у меня в инвентаре но над галек терминал и проверить все таки на дело заглядываем скидываем и а вот вот мой рецепт да можно можно то есть теперь это как считается этим так репликатором здорово я доволен я были ли чем доволен только кстати у меня там был ресурс побольше однако а побольше они здесь забыл на просто я это уход нифига у тебя ловло просто я летал и стал бы сшибал и поэтому у меня собственно есть эти самые ресурсы вот нормас инфорсер кстати да я что-то заметил по ходу дела не только инфорсеры бьют по у нифига ты богом лучше ходить и круто не только инфорсер у меня кажется птерчик тоже бил сильнее по зараженным но это уже потом проверим обязательно также мне посоветовали качать скорость передвижения так как тогда количество прыжков будет больше и это я уже заметил чем левел больше чем скорость передвижения больше тем соответственно количество прыжков больше спасибо за подсказку неплохо вот и собственно конечно же спасибо за подсказку что можно не обязательно так репликатор делать а можно непосредственно в самом терминале состряпать себе инфорсера что очень даже неплохо ну а я на этом уже с вами буду пожаловать прощаться как говорится всем спасибо за просмотр пишите то что я спрашивал про моды и так далее ставят пишите советы тоже неплохо ну и свои в целом идеи тоже будет замечательно авось вы посоветуйте какую-нибудь карту и мы будем играть на ней и иногда посещать экстиншен сама делся на этом я уже с вами пожал прощаться и всем спасибо за просмотр не забывать подписываться на канал ставить лайк и комментировать наш делиться по моим видео своими друзьями это все всем удачи всем пока всем счастливы добра всем пока